В настоящее время за незаконное хранение оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. К другим темам. Цирк имени Братев Никитинах скоро преобразится. Министерство культуры России объявило конкурс на разработку проекта реставрации учреждения. Фирма, которая выиграет тендер, в следующем году должна представить годовой проект работ. А пока сотрудники цирка грезят о том, как изменится здание после реконструкции. Об их самых смелых мечтах узнала Елена Петрова. Что в зале планируется? Замена кресел, кондиционирование. О глобальной реконструкции Саратовского цирка директор Иван Кузьмин может говорить часами. Он уже сейчас в предвкушении, как тут все изменится после того, как приступят к работам. Большая трансформация предстоит зрительному залу. Здесь не тронут только напольную плитку. А вот кресла, световые элементы и декор будут менять. Правда, мягкие сидения не закупят. По нормам нельзя. Зато отремонтируют саму арену и купол. Здесь, когда будут меняться, здесь будут проведены на куполе испытания действующей конструкции. И те элементы, которые устарели или несут какую-то слабину, то, конечно, они заменят. А остальная часть, она останется, поскольку это тот облик, который был. Это много лет, да. Таких уже нет. Эти микрофоны давно пора сдавать в утиль, говорит барабанщик оркестра Сергей Акимов. Но их в цирке до сих пор используют. Сергей надеется, реконструкция затронет не только декорации, но и оборудование. Сегодня, хоть и редко, на представлениях случаются накладки. Именно из-за устаревшей техники. Что вы хотели бы видеть с точки зрения звукового сопровождения, когда здесь будет идти реконструкция? Аппаратуру, конечно, для оркестра это обязательно. И в целом для манежа, для зала, для зрителей, чтобы это было сприемлюще. Потому что акустика, вы сами знаете, какая в цирке. Но, пожалуй, самая глобальная реконструкция предстоит фасаду здания. Внешние стены цирка покрыты обычной штукатуркой. И это тоже нужно менять, говорит Иван Кузьмин. Давно построенное здание сегодня выглядит как раритет. Ему предстоит придать более современный вид. Я даже не знаю состав этого материала, но я знаю о том, что сейчас делают так, что несколько десятилетий может не подходить, а она держится очень крепко. Нанесение. Но по цвету могу сказать, что цвет должен быть намного светлее и как-то приятнее. Правда, значительное изменение фасада делать нельзя. Здание цирка – памятник архитектуры. Потому разработчикам проекта предстоит учесть еще и этот нюанс. Боковая и задняя часть фасада ремонтироваться будут. Здесь предстоит провести большой объем работ. А вот лицу саратовского цирка косметическая операция не грозит. Специалисты говорят, что здесь и так все в порядке. И максимум, что могут сделать, это помыть окна. Затраты на реконструкцию полностью возьмет на себя федеральный бюджет. По приблизительным оценкам, ремонт цирка обойдется в 300 миллионов рублей. На то время, пока будут вестись работы, учреждения придется закрыть. Если хороший подрядчик, у которого хорошая материальная база, материальные ресурсы будут, то 7-8 месяцев может это все завершиться. Но до старта работ еще далеко. Сегодня идет только поиск разработчика проекта. Сам документ подготовят в 2016-м. И только после этого, не раньше следующей осени, можно будет приступать к работам. Елена Петрова, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.